Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Пятница у нас на календаре 4 августа. Пятница, которая примечательна тем, что является первой в рамках месяца. А значит, это день выхода важнейшего отчета по состоянию американского рынка труда. Всем известного отчета Non-Farm Parals. Традиционно называют их Non-Key. Мы сегодня вместе с прочим, скажем, лагерем трейдеров, которые знают, что именно доллар является двигающей силой для всех финансовых площадок, следим за этой статистикой. В 15-30 она, собственно, будет опубликована. Это целый блок релизов. Это, собственно, количество новых рабочих мест вне связи с хозяйственного сектора. Это уровень безработицы в целом. И еще динамика по росту заработных плат. Что-то нужно выбрать для себя. Наиболее интересное, отдельно, скажем, для анализа, я считаю, то, что более интересным является даже отчет не по количеству новых рабочих мест, а именно по динамике заработных плат. Потому что именно этот индикатор является предвестником, опять же, наличия каких-то задатков изначально для будущего роста инфляции. Потому что чем потребители больше получают, тем, конечно же, руководствуясь логикой, они больше тратят. Чем больше тратят, тем больше показатели, собственно, активности, и тем больше оснований для предпринимателей, для производителей, подстегивать, повышать, собственно, отпускные цены, поскольку все равно спрос на товары будет присутствовать. В любом случае, друзья, динамика роста заработных плат – это фактор, который влияет на инфляцию. А инфляция – это то, что представителями ФРС сейчас рассматривается в качестве вот такого последнего плота, на который приходится ориентироваться и не торопиться с повышением процентных ставок. Но ни в коем случае я не собираюсь отказываться от своих слов по поводу того, что ФРС еще получит процентную ставку в ближайшее время. Нет, я просто хочу подчеркнуть то, что если бы мы по-прежнему сейчас по инфляции находились выше 2%, как это было в начале 2017 года, то тогда решение о росте процентных ставок новое, очередное, уже было бы принято, и мы готовились бы уже, соответственно, к четвертому решению. Пока приходится довольствоваться малым в отношении доллара, прям невероятно малым, потому что американец получает много статистической поддержки. Последние недели там доказательства даже у нас с прошлой пятницы, когда вышли данные по экономическому росту, вы помните, что во втором квартале ВВП вырос на 2,6% против прошлого 1,2%, но уже тогда доллар ясно дал понять, что что-то не дает им развернуться в плане вот этого роста. И под вот этим что-то мы подразумеваем, либо какие-то геополитические риски, факторы, повышающие спрос на защитные активы, либо что-то еще, что является основой позиционного трейдинга, так очевидно, к примеру, по опаде европей против доллара. Потому что евро у нас, несмотря на все те новостные сводки, которые мы с вами анализируем на прогнозы, и вроде бы как попытка привязать и определить, что может произойти с этим активом в соответствии с фундаментальной ситуацией, это все сигнализирует о том, что евро должен снижаться. Тем не менее, евро растет и даже сейчас продолжает оставаться не просто на максимум, а на максимум за несколько лет. 1,1878 сейчас, друзья, котировки. Я думаю, что если евро будет таким же коварным, собственно, как и всю неделю, как и всю прошлую неделю, ну, в принципе, как и весь прошлый месяц, то любой исход релиза Pond Farm Parals, который тоже будет значимым для европейской валюты, как и для любого другого инструмента рынка Форекс и не только, может быть использован для того, чтобы забраться на такие уровни, которые кажутся для многих абсолютно немыслимыми. Хотя когда-то мы говорили то же самое про отметку 1,17, 1,18, тем не менее, все эти уровни плали, сейчас у нас уже маячит отметка 1,19, и все говорят уже о том, что евро легко может добраться до отметки 1,20, потому что это какой-то супер-мега психологический рубеж, вероятно, на котором мы их возможно, уже такого слова настроения, как-то все поверят, что евро будет дальше расти. Ну и вы понимаете, когда на рынке появляются такие односторонние взгляды и прогнозы, ожидания, рынок тоже показывает в целом свое коварство и не бьет инструмент в противоположном направлении. В любом случае, друзья, мы следим за евро, конечно же, мы следим за тем, что происходит по новостям, по статистике. Мы вынуждены констатировать текущую растущую динамику, говорить о том, что тренд довольно весомый, довольно уверенный, упёртый, я бы даже сказал. Но в то же время мы же с вами подходим к анализу поведения и распору ситуации на рынке с учетом фундамента. Фундаментальный анализ – это тот анализ, который позволяет формировать долгосрочные инвестиционные идеи. Ну и, конечно же, не всегда этот фундаментальный анализ является ключом вообще к пониманию того, что может произойти с инструментом. Но будем стараться все-таки не изменять своим прежним взглядом, если мы уже определились, почему евро аутсайдер, я думаю, что нужно, по крайней мере, и дальше быть бдительным к любым новостным событиям. Ну и на текущем этапе уж точно не отказываться от того, что евро может оказаться под серьезным давлением вот буквально в любую минуту. Начнем давайте все-таки с нефти. 51,91 котировки на текущий момент, в принципе, сопоставимые. Нефть у нас снова находится, скажем, под спросом у Медведей. Мы снова оказались ниже поддержки 52 доллара за баррель. Это, ну, не такое серьезное снижение, как мы видели в начале, собственно, этой недели. Но все равно выше отметки 52 черное золото пока не уходит, потому что по мере появления локальных позитивных факторов есть, собственно, целый такой фундамент, который указывает на то, что этот инструмент больше склонен все-таки к возвращению в русло прежнего понижательного тренда и склонен к тому, чтобы снижаться и переписывать новые локальные минимумы. Причины же, почему рынок нефти просел вчера. Ну, я думаю, что не будем повторяться в плане того, почему мы вообще раньше еще поставили на ослабление этого актива. Но вот то, что сейчас обсуждается рынком, так это ожидание очередной встречи в мониторинговый кабинет. Она пройдет в Абудабе, собственно, в начале следующей недели. Это на самом деле лишь повторение тех выводов и еще раз обсуждение тех самых вопросов, которые вложились на повестку. Еще встреча в Санкт-Петербурге двумя неделями ранее. Но мы уже, наверное, получили максимум то, что могли получить по факту встречи представителей ОПЕК, заинтересованных в скорой балансировке всего рынка черного золота. То, что Саудовская Аравия будет ограничивать экспорт, и регионы не участвуют сейчас в сделке ОПЕК, присоединятся к ней, как только реализуют свои ранее поставленные цели. Ну, это, прежде всего, речь идет о Нигерии, которая присоединится, безусловно, к этому самому факту после достижения планки в 1,8. Не думаю, что будут какие-то новые решения по факту вот этой встречи. Почему? Да потому что, в принципе, уже ни до чего договориться не представляется возможным. Единственное, что может быть стоящим, таким значимым, супер важным для рынка и тем более для долгосрочных ориентиров, так это дополнительное решение, собственно, всего ОПЕК по такому же дополнительному снижению добычи не на 1,8, а свыше, чем на 2 миллиона. Но, я думаю, вы со мной согласитесь, что если бы была возможность, такое решение уже было бы обозначено на рынке, даже не дожидаясь каких-то официальных переговоров и встреч, которые у всех на слуху, потому что, опять же, такое решение, наверное, первой причиной должно было бы вернуть рынок нефти в шок и не дав ему опомниться, указать на то, что этому активу пора храсти. Но еще, скажем, в начале 2017 года мы с вами говорили о том, что единственное, что может разъединить рынок нефти, так это ограничение производства примерно на 2,2-2,3 миллиона баррелей в сутки. Сейчас даже близко нет этого уровня, потому что даже оговоренные ранее цифры в 1,8 миллиона по коллекции, это то, что не исполняется регионами ОПЕК, потому что очень многие стали, как говорит молодежь, забивать на те обязательства, которые, собственно, для них были характерны в соответствии с квотами. Собственно, ожидание этой встречи, то, что она не принесет никаких новых результатов, важных для всего рынка, это первая причина той негативной динамики, которую мы наблюдали вчера. Плюс ко всему, сейчас обсуждаются, опять же, санкции относительно США в адрес Венесуэлы. Эти санкции, кто-то говорит то, что они уже приняты, кто-то говорит то, что в отношении нефтянки еще нет. Какого-то четкого ответа, друзья, я даже вам дать не могу, потому что вот тот новостной фонд, который я анализирую, он почему-то в этом вопросе крайне противоречит. Но мы, кстати, про санкции в адрес Венесуэлы с вами говорили, то, что Венесуэлы, будучи одним из поставщиков углеводородов для США, одним из партнеров, разумеется, столкнувшись с новой агрессией санкционного давления, это может привести к перебоям поставок и потенциальному дефициту на внутреннем рынке штатов. Но, с другой стороны, штаты уже доказали свою самодостаточность в этом вопросе, поскольку они развивают и по первому сланцевому бум на внутреннем рынке и готовы, опять же, за счет выработки ресурсов у себя же в регионах, которые характеризуются самыми высокими показателями добычи, покрыть тот спрос, который возникнет внутри их экономики. Но, может быть, мы даже далеко слишком ушли в обсуждении этой тематики. Венесуэла, возможность санкций, соответственно, санкции, если они будут введены, это, скорее всего, позитивный фактор для нефти. Если нефть вчера была, собственно, втянута в обсуждение ситуации вокруг этих санкций, если нефть вчера просела, значит, вопрос санкциями еще не до конца решет. Еще, может быть, те, кто оследил, опять же, без меня за тем, что происходит на рынке нефти, могли обратить внимание на самый настоящий крах одного из крупнейших хедж-фондов, который вообще специализировался на нефтянке. Этот фонд, собственно, заведовал им Энди Холл. Потерял он больше 30% в начале, точнее, за 2017 год. Опять же, неверно распорядившись фундаментом и неверно оценив перспективу черного золота. Напомню то, что Энди Холл покупал нефть. И сейчас у нас, как вы понимаете, рынок нефти находится не в самом лучшем состоянии, тем более, что есть предпосылки для еще большего снижения. В общем, было принято решение о ликвидации этого фондов. Друзья, сегодня у нас еще статистика по Энди Хьюз, не забывайте, в 20.00 по московскому времени. В прошлый раз у нас прирост был плюс 2 единицы, 766 штук. Значит, повторить тенденцию, собственно, прошлой недели и снова показать нам увеличение их количества, у нас будет еще один сигнал для продаж. Нам бы сейчас в идеале закрепиться поближе к полтиннику, чтобы уже со спокойной душой на следующей неделе торговать и рассчитывать, что по мере появления на рынках прогнозов администрации энергетической информации и еще от Международного энергетического агентства по уровню добычи на заключительный, собственно, месяц летнего сезона. У нас было уже достаточно оснований, чтобы продавить нефть ниже 50. Рубль 60.40. Вчера мы практически добрались до отметки в 61, тоже в соответствии с нашими ожиданиями. Не будем останавливаться на рубле. Вы все прекрасно понимаете то, что быть рублем, в данном случае доллару выше текущих значений. Цель 63. Доллар японская иена. Здесь у нас в рамках вчерашнего дня не было никаких форс-мажоров. В то же время статистики были тоже предостаточно, собственно, так же, как и на протяжении всей недели. Вслед за сильными отчетами по активности в сфере производственного сектора и АСМ по разгону инфляции, у нас статистика по заказам товара, точнее, по заявкам на пособие по безработице 240 тысяч, а против прошлого 245 тысяч, то есть улучшение данных. Индекс активности маркет в сфере услуг уже 54.7, 54.2 просто по АСМ-версии, кто-то считает, но я признаюсь тоже, этот показатель более объективный, 53.9, 57.4. Ниже, чем прошлое значение, но здесь такая же параллель, как и со производственным сектором, когда у нас вроде бы как и снижение, но не забывайте, откуда это снижение с максимумом за несколько лет. И медиальная цифра сейчас, так же, как и по производственному сектору, в сфере услуг тоже находится на максимуме с начала 2017 года. Сфера услуг чувствует себя совмещательно, и сфера услуг – это то, что является одним из основных бустов для всей экономики. Производственные заказы – здесь еще более ощутима контраста. Если в прошлый раз у нас был спад на минус 0,5%, сейчас рост в 10 раз до 3% – еще один сигнал, который может быть использован представителями АФРС для оправдания более высоких процентных ставок и начала уже скорого сокращения баланса. Сегодня, как я уже отметил, non-farm payrolls – это центральное событие в 15.30 по московскому времени. Доллар сейчас находится на психологическом рубеже против иены 110, иен за один американский доллар. И этот отчет вкупе с non-farm payrolls, с значимостью именно технического уровня уже, конечно же, готовит нас к тому, что закрытие дня сегодня будет очень интересным. Но в суперволатильном – это 100%. То, что мы можем рассчитывать на движение больше 150 пунктов, я также в этом не осомневаюсь. Но я думаю, что те, кто из вас следит за брифингами, знают мою позицию, может быть, даже чрезмерно преданную в отношении американца, наверное, уже догадываются, как я могу и что я могу порекомендовать по факту этого релиза. Я сегодня настраиваюсь на хорошие цифры, я ожду то, что после отчета EDP, после цикла еженедельных заявок на пособие в обезработице, есть предпособы видеть хороший результат по приросту новых рабочих мест. И в целом, даже если их число перевалит за новое число, новое количество за 180 тысяч, разумеется, предложение будет еще больше ограничено на рынке труда. И, как я уже говорил, ограничение предложений и максимальная занятость – это то, что будет заставлять работодателей разгонять зародные платы, и дальше вы знаете, к чему это приведет. Сегодня я настраиваюсь на сверх позитив, потому что 110 йен за доллар – это тот самый рубеж, который уже и американцу где-то, скажем, на подсознательном уровне говорит, что пора бы уже отталкиваться, пора бы уже показать какие-то справедливые значения. Потому что что не сильный макроэкономический отчет, то слабость доллара. Вот, конечно же, если мы сегодня, друзья, по факту такого насыщенного фундамента, то увидим доллар гораздо ниже, собственно, даже текущих значений. Будем говорить о том, что пара доллар-японская йена собралась ниже уровня 109, но это тогда уже будет совершенно уж тревожный знак и сигнал, указывающий на то, что американская валюта и вовсе будет осыпаться против йены до отметки в 100. Но это сверх-сверх и еще раз сверх-пессимистичный сценарий, на который я сейчас даже не хочу тратить время. Фунт против доллара. Собственно, вчерашний день, супер-четверг, все началось с активности в сфере услуг 53,8 с 53,4 на этом фоне. Британская валюта добралась до локального хая на отметке 1,3267, а после чего шлепнулась на 150 фунтов. Произошло это после того, как представители Банка Англии проголосовали за изменение процентной ставки и в соответствии с нашими ожиданиями распределение голосов 6 против 2, что стало, было воспринято как умеренно мягкий сигнал подтверждения мягкой экономической политики и спровоцировало распродажи доллара. Ставку оставили на прежнем уровне, собственно, 0,25, объем покупок активов также без изменений 435 миллиардов фунтов. Важно еще, друзья, вслед за этим состоялось выступление Карни, были понижены прогнозы экономического роста для английской экономики до конца этого года с 1,9 до 1,7. Я думаю, что показатель будет еще хуже. Вот запомните цифру в 1,5%, я думаю, что английской экономике не удаться превысить эту планку. Банк Англии отметил то, что худшие времена по разгону инфляции еще впереди, тем осенью ожидается выход этого индикатора за пределы 3%. Параллельно снижаются заработные платы, и я думаю, что вы уже, опять же, если являетесь постоянными зрителями брифингов, знаете, как показатель инфляции соотносится с потребительской активностью. И 3% это больше чем на 1% выше цели, которая была обозначена британским регулятором. 3% это гораздо выше, чем тот рост, который мы видим по заработным платам. Ну и, разумеется, на основании вот этих отчетов я и позволяю себе заявить то, что экономический рост не перевалит за 1,5%. Также, друзья, следующим важным событием был обозначен отчет по инфляции, который будет опубликован уже 14 августа. Для нас он, наверное, сейчас следующий путеводный такой огонь по британцу. То, что сейчас мы делаем, до 14 августа, я думаю, что постфактум вчерашнего заседания Банка Англии у нас достаточно фактов, чтобы продавать фунт, потому что политика подтвержденная, мягкая, она вряд ли изменится даже до конца 2018 года, все правильно, 2018. Она будет только приобретать все больше мягкий потекст по мере роста инфляции. Ну и плюс ко всему, не забывайте про Брекзит. В частности, во время своего выступления вчера Карник очень много говорил про, собственно, это. И отметил то, что сейчас одной из приоритетных задач для британского регулятора является разработка плана в случае того, если исход переговоров по Брекзит будет не таким, как планируют оптимисты. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, скажем, негативного тока, то тогда нужно будет снова вмешиваться в монетарную политику, как это было раньше. Ну, конечно же, не было намека на дополнительное смягчение режима, но не забывайте, что Банк Англии уже смягчил экономическую политику тогда, когда столкнулся вообще с последствиями Брекзита после июньского референдума 2016 года. Кто знает, что будет дальше. Ну, мы пытаемся определить это с максимальной долей вероятности. И на основании всего того, что я сказал, друзья, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что фунт, любой другой инструмент, ну, ладно, еще кроме евро, можно постараться и найти какой-то фактор поддержки. Но для британца, на мой взгляд, все ясно. Нужно искать уровни для продажи, либо уже занимать эти целовые сделки и ждать, чтобы пара кунт-долларов снова оказалась ниже отметки 1.28. Евро на хаях сегодняшний день, определяющий для этого инструмента, тоже, в принципе, сказать больше ничего не могу. Если, так скажем, вот эти позиционные силы, которые и сдерживают, опять же, а сейчас медведи, дают полные бразды правления быкам, присутствуют на рынке до сих пор, невзирая на все комментарии от фондовиков и на базиции Европейского центрального банка, то можно сказать, что любой исход по факту сегодняшних нон-фарм фэрлс будет причиной дальнейшего роста евро в район 1.20. Но я все-таки придерживаюсь другого сценария, ну сколько можно уже, скажем, по росту евро, поэтому жду разворота, который вполне реален уже о сегодня. Доллар канадец сегодня, кстати, в тот момент, когда будут духовные данные по рынку труда США, в этот же момент выйдет статистика по рынку труда Канады. Мы видим то, что USDCAD сейчас восстанавливается, как я уже говорил, с минимальных уровней уже 200 фондов, пара примерно отбилась. То есть текущий день в плане фундамента тоже является значимым для канадцев. Если статистика разочарует, хотя по ожиданиям и прогнозам мы как раз на это и можем настраиваться, то вкупе с еще потенциальным ростом доллара сегодня USDCAD может с текущих значений 1.2570 полететь даже выше планки 1.28. А если еще и нет нам, скажем, поспособствует ослабление канадца своей слабостью, то тогда это будет не просто сегодня импульс реакции на локальный отсчет, это будет фундамент, который придаст импульс и ускорение для движения этого дуэта активов на перспективу всей следующей недели. Думаю, у нас есть хорошие шансы снова вернуться в район 1.3, но, опять же, как я отмечал, очень много, скажем, потерь я понес, кстати, на канадцы, поэтому торговать сейчас этим тандемом я не буду, по крайней мере, до тех пор, пока картина не прояснится. Более-менее она станет ясной уже по закрытию сегодняшнего торгового дня. Ну, друзья, на этом, собственно, все. Из других отчетов, собственно, выделить нечего, потому что их, как таковых, нету. Самые значимые релизы – это статистика по рынку труда Канады и США, о них мы, собственно, уже с вами поговорили. На этом все. Хорошей вам торговой сессии, удачного закрытия недели, замечательных выходных. Увидимся мы с вами уже в понедельник снова, как и всегда, в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Также не забывайте делиться вашими наблюдениями, оставлять ваши комментарии и задавать вопросы, которые вас интересуют, на нашем канале на YouTube. Ну и не забывайте также ставить большие пальцы, лайки, за которые, как и всегда, отдельно огромнейшее вам спасибо. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok